Курган топит в самом буквальном смысле слова и натуральным образом. Большая вода о неизбежности прихода, который наши соседи в столице Зауралья знали заранее и не покладая рук больше недели строили защитные баррикады, укладывая десятки тысяч мешков с песком на подступах к стратегически важному Кировскому мосту. Тем не менее, застало дачников и садоводов в низменных районах города врасплох и среди ночи. Многоэтажки в Кургане пока не топят, но частные дома в предместьях города уже по окнам в воде. Дожди и сильный ветер, которые накануне гнали бурные потоки Табола к Кургану, усугубили и без того непростую ситуацию. Накануне вечером началась срочная эвакуация жителей микрорайона Тополя, а под утровой сирен разбудил жителей села Кетова. К слову, в Тополях табун породистых лошадей застрял в конюшнях. Из-за неожиданного разлива их не успели вовремя эвакуировать в сухие места. Сегодня из-за наводнения в Кургане затопило шоссе имени Тюнина. С вечера на нем ограничили движение. Сначала для легковушек, позже для автобусов и грузовиков. А когда трасса оказалась затопленной практически по колено, движение вообще прекратилось. Ближайшие дни будут очень сложными для Кургана. За сутки уровень воды в Тоболе вырос почти на два метра. И дома на правом берегу даже дамба не защитит, заявил в интервью губернатор Вадим Шумков. Его зам Станислав Носков уточнил, что в сторону Кургана надвигаются такие гигантские воды, что в Кетовском районе топят даже те районы, которые прежде никогда не мокли в воде. Накануне спасатели с лодок расчищали мусорный затор. У опор Кировского моста вручную собирали плывущие по воде сломанные деревья и ветки. А после того, как их направляли на мелководье ободный мусор, на мост поднимал манипулятор с хапугой. И там спасатели бензопилами распиливали ветки и деревья. На набережной вода почти добралась до баррикад из мешков с песком. К полуночи воды Табола в Кургане поднялись до отметки в 723 сантиметра. То есть достигли той критической отметки, за чертой которой важное для города шоссе оказалось полностью в воде. А по соседству в Колсаду садовод-любитель облсельхозуправления. На глазах пенсионерки ее дачный домик наполовину ушел под воду. Дачники из этого самого Колсада из-за срочной эвакуации побросали на подворьях не только вещи, но и гусей. А по соседству обитатели села Менщикова под Курганом по затопленной деревушке плавают на резиновых лодках. Из-за сложной паводковой ситуации сегодняшнего дня закрыты для проезда транзитного транспорта участки федеральных трасс, в том числе 100-километровый участок Ешки, трассы Р-354, Екатеринбург, Шадринск, Курган. Въезд на Курганщину разрешен ли жителям региона спецтехники и фурам, доставляющим в область продовольствия. У наших соседей на востоке тоже неспокойно. Уровень воды в реке Ишим в Казанском районе в окрестностях села Ильинка на 8 сантиметров превысил критическую 8-метровую отметку. Жители района записываются в добровольцы и уже неделю укрепляют дамбу, дополнительно защищая вал мешками с песком. Сколько вы уже работаете? Нам довелось только второй день, но работаем добросовестно. Почему решили помогать? А как? Нельзя пройти мимо чужой третий. Мы патриоты своего района. Сколько уже мешков нагрузили, посчитали? У нас, знаете, мы вообще, у нас поточный такой метод. Один уже открыл, приготовил вторая, держит, третий загружает и дамбит в остановке. То есть вы втроем, у вас бригада? Да. Профессиональные спасатели на дамбе растягивают полиэтиленовую пленку, закрепляя полотнище теми же самыми мешками с песком. По сообщению тюменской власти, существует реальная опасность затопления сел Паленка, Новогиреева, Афонькина в Казанском районе. По информации тюменского губернатора Александра Муора прогноз гидрометцентра неблагоприятный. Подъем воды в реке Ишим реально будет выше, чем предполагалось в начале апреля. Власть поручила главам районов и мэрам городов из вероятных зон затопления немедленно эвакуировать население. Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Поэтому мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Оповестили лично каждого. Некоторых проинформировали не по разу. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место к родственникам или в ПВР. В пунктах временного размещения мы обеспечим вас всем необходимым. Следите за сообщениями глав районов и городов. Четко выполняйте инструкции. По всем вопросам звоните на горячую линию 122. Сегодня она начала работу в круглосуточном режиме. Ситуация очень серьезная. Наша главная задача сохранить ваши жизни. В Оренбурге уровень воды снизился на 16 сантиметров. Правда в зоне затопления остаются 5,5 тысяч домов и больше 10 тысяч приусадебных участков. В Орске уровень половодия тоже медленно, но уверенно идет на спад. Больше 3 тысяч домов освободились от воды. Правда еще больше 3232 дома пока еще домокают. Спасатели мотопомпами и насосными станциями откачали в Орске 143 тысячи кубометров воды и засыпали один из прорывов на дамбе 10-метровой ширины. Но расслабляться пока рано. Большая группировка сил МЧС по воздуху была перебазирована в село Илек, где ситуация не просто сложная, по сути критическая. Уровень реки Урал в этом селе превысил критическую красную черту на 23 сантиметра, достигнув запредельной отметки в 913 сантиметров. Завтра, возможно, послезавтра в Илеке ожидается пик половодия, а пока бойцы МЧС, что называется, прямо с воздуха ринулись в бой, укрепляя дамбу мешками с песком. Насыпь наращивает до 11-метровой высоты и на километровом участке сверху дополняют водоналивными дамбами. В целом в Оренбурге, в котором по-прежнему действует режим ЧС федерального масштаба, ущерб оценивается в 40 миллиардов рублей. 40% затопленных домов восстановлению не подлежат. И при этом до сих пор никто не удосужился внятно объяснить, почему в этом действительно экстремально паводковом сезоне был принесен в жертву Орск. Дирекция управления эксплуатации Ириклинского водохранилища, федерального госучреждения, ответственное за пропуск больших вод через плотину ГЭС, пока хранит полное молчание. Что, к слову, вызывает недоумение у гидрологов и диванных экспертов. Как первые, так и вторые не понимают, почему эксплуататор Ириклы, как называют местные водохранилища, во второй и третий декадах марта ритмично не опорожняли водохранилища. В итоге дождались критического момента, когда пришлось открывать шлюзы на полную катушку, сбрасывая в секунду больше 2000 кубометров воды, хотя в нормальном состоянии сбросы в пять раз ниже. На вчерашний день они были на отметке 447 кубов в секунду. С одной стороны, затопление Орска спровоцировало экстремальное в смысле весеннего паводка природная ситуация. Осенью в Оренбурге шли дожди, а в декабре случилась оттепель, когда снега было совсем чуть-чуть. Перед Новым годом грянули жуткие морозы. В итоге земля промерзла на большую глубину. Потом еще и снега навалило немерено. И большая часть марта. Температура была ниже нормы, хотя в конце этого месяца началось бурное таяние снегов. Вишние воды не смогли впитаться в промерзшую почву. Истекали в низины, переполняя речку Урал, которая накопила рекордное количество воды. Гидромедцентр предупреждал о подобном сценарии. Более того, по информации, знающих людей 15 марта в Оренбурге отзаседала рабочая группа, обсуждая грядущий исторический рекордный паводок. По логике вещей, как минимум за две недели до паводка эксплуататоры водохранилища должны были сбрасывать воду. Но они почему-то этого не сделали. Эксперты предполагают, что из-за экономии испугались маловодного лета и решили перестраховаться, задержав в ложе и риклы максимальное количество воды, чтобы запасов хватило и на водоснабжение предприятий и жилой инфраструктуры, и для нормальной работы ГЭС. Похоже, господа товарищи пожадничали, и мы получили то, что имеем. И это еще не конец. Сегодня мэрия Орска объявила срочную эвакуацию поселка Тукай из-за перелива через дамбу на частном водохранилище на границе с Казахстаном. Большая вода может прийти в Орск по руслую реки Мендебай.